МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Красноярске проходит первенство мира по фристайлу и сноубордингу. Новосибирская спортсменка Валерия Комнатная стала чемпионкой в дисциплине сноуборд-кросс в командных состязаниях. Каждая команда сформирована из двух человек – юноши и девушки. 18-летняя Валерия Комнатная добилась успеха, выступая в паре с Данилом Донских, представителем Камчатского края. Серебро досталось команде Франции и бронзу у Чехии. В индивидуальных состязаниях лучший результат среди россиян принадлежит Ксении Качаловой. Представительница новосибирского сноубординга стала пятой. Также по итогам гонки в десятку сильнейших вошла Елизавета Коптева. У 15-летней спортсменки – девятая позиция. Добавлю, Россия впервые принимает первенство мира по фристайлу и сноубордингу. Спортсмены разыгрывают в Красноярске медали в нескольких дисциплинах – слоп-стайл, биггэр, хафф-пайп, сноуборд-кросс и параллельный слава. Самые сильные в стране женская сборная Новосибирской области одержала победу на чемпионате России по пауэрлифтингу. Этот успех подопечные Сергея Федосиенко повторяют уже третий год подряд. Но победа нынешнего сезона стоит особняком из-за коронавируса. Александр Шрудила расскажет подробнее. Спустя сутки после возвращения с чемпионата России сборная Новосибирской области уже в зале. Девушки приступили к тренировкам со словами «отдыхать некогда». Команда стала сильнейшей в общем зачете, а каждая из спортсменок так или иначе поднялась на пьедестал почета. Однако высокая планка личных целей покорилась на прошедшем турнире не всем. По результатам я, конечно, не скажу, что прям доволен очень сильно. Мы с каждой спортсменкой обговорили, сделали какую-то работу над ошибками, именно по соревнованиям, по их выступлениям. Надеемся, что в следующий раз получится то, что мы запланировали. Сам Сергей Федосиенко также участвовал в турнире и без проблем одержал победу, квалифицировавшись на чемпионат мира. Куда больше молодой тренер переживал за воспитанец. Золотые награды сумели завоевать Лидия Заяц и Евгения Чистик, для которой этот турнир стал своеобразной реабилитацией. За неудачу в 2019 году. В новосибирской команде лишь двое. Евгения Чистик и Сергей Федосиенко прошли подготовку к турниру без коронавирусной изоляции. Девушка переболела еще в октябре, а ее партнерша как раз перед чемпионатом России, что сказалось на тренировочном ритме. Сначала коронавирусом болели, потом так со здоровьем были проблемы, в больницу обращалась. Также сомневались вообще насчет победы. И тут вот восстановилась, собралась силами. И считай, ну, восемь подходов из девяти мы выполнили. Сильнее других двухнедельный перерыв сказался на выступлении Анны Кухаревой. Девушка отправилась на турнир в неидеальной форме. Тем не менее, она сумела квалифицироваться на чемпионат Европы. Мы ехали за вторым местом, но именно результат в килограммах, я очень недовольна своим результатом. У меня в приседании тяга по два подхода успешных было, и в жиме только один подход. Я, пожалуй, всего 150 килограмм, это очень маленький результат. По итогам турнира Сергей Федосиенко и Лидия Заяц заработали путевки на чемпионат мира, который в ноябре должна принимать Норвегия. А Валентина Верменюк, Анна Кухарева и Евгения Чистик будут представлять Россию в Европе. Турнир в Чехии пока назначен на август, однако спортсмены готовы к возможному переносу стартов. За новосибирцами победы на чемпионате страны по волейболу среди глухих и слабослышащих спортсменов. Турнир в этом году принимало подмосковное село Покровское. Примечательно, что в стартовом матче турнира новосибирские волейболисты уступили сборной Ханты-Мансийского автономного округа в Сухую. Зато после этого последовали одни победы. Пять на групповом этапе и еще одна в полуфинале над московской командой. Решающий поединок сибиряки проводили против своих обидчиков из Ханты-Мансийска. Первый сет остался за соперниками, но затем сборная Новосибирской области взяла матч под свой контроль и одержала победу 3-1, таким образом завоевав титул чемпиона страны. На сегодня это все новости новосибирского спорта. В студии для вас работала Кристина Лата. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok